Рассказывай про ножик. Треугольные формы Т-образные с острыми зазубринками. Ну, как я нарисовала. Тело человеческое. Ну, скажем, наше человеческое. Стопы ног и кисти рук не такие, как у людей по четыре пальца. Длинные пальцы. Вот волосы какие-то длинные и очень жесткие. И как вверх торчат почему-то. Ну, как пышная такая прическа какая-то длинная, большая. Там, где я тебя сейчас увидела, там минимальное количество одежды. Просто обмотано немножко и всё. На скале. На скале есть дырки. Трещины в скале специальные. На размер примерно человеческого тела. Человеческое тело прибивается туда. В этом Т-образном треугольнике есть желобки, по которым стекает кровь. Через тело, проходя, уходит прямо туда. В скалу скалу скапывает кровь, течёт прямо туда, где вот эти расщелины. Какое-то время человек ещё живо остаётся. Не сию минуту умирает. Жертвоприношение. Ускороем. Жертвоприношение. Жертвоприношение. Она там как не первая этой жертва. Там уже было множество или много. Потому что там вот эта система, как кровь стекала куда, она уже была отлажена. Там не земля, а именно... Причём в скале как-то сила в скалу, а потом вот так. Да. В ложбиночку. Там именно, знаешь, как не земля была, а именно камень. Камень не впитывает влагу. Кровь просто стекала туда по желобкам по этими все. Собиралась какой-то... Не знаю, как поднос такой не очень глубокий. На крови жертвоприношение или... Кровь что делала? Что-то локал. Именно не пил так, как из чашки, а локал. Как вот языком. Ну, понял? Там поднос такой. Шакал какой-то, да. Да, да. Ну, условно это можно назвать шакалом. Голова непропорциональная. Как несколько глаз. Не два, а вот просто... Да. Вытянутая, да. И глаза как размещены, вот как... Как паука друг за другом. Да. Не знаю, как это показать. И там, где у нас, у наших шакалов, скажем, уши растут, у них как розеточки какие-то. Как два или четыре. Поли рога, то ли антенны. То ли что-то непонятное. Лапы такие же примерно, как у наших шакалов. Подушечки более объемные. Более тихо ходят как-то. Странные животные. Они вонючие были. В жире своем, да. Такую гадость жрали. Они падальщики были, эти животные. Именно не охотники, именно падальщики. Чё, померло всё. Гадость. Говно любое. Реально говно. Где-то эта планета, жаркий климат там. Или на этой планете, или в том месте, где тебя вижу, жаркий климат. Пробили грудь, пробили горло. Пробили грудь, пробили горло под ребрами с одной стороны. Вот там, где печень, условно. Внизу живота. Словая чакра там, да. Словая вещь. Да, да. Да. Вверх вот что-то ещё. Руки. И руки. Да. Руки за голову. Плечевые суставы. И вот там сверху руки. Ты просто вот нанизан был, на это висел. Широкая такая. Двадцатая жизнь. Позовем это скала. На этой скале она была сверху ровная, и один камень торчал вверх. Как-то, как у нас это бы назвали солнечные часы. Это реально ритуалы и жертвоприношения. Люди, они в скале там находились. Толдуны там, да. 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 Ну, одеты в длинное что-то. Просторное длинное. Полупрозрачные. Непрозрачные, что там не видно каких-то частей тела. Ну, неплотные, скажем так. Контуры хорошо всё просматривалось. Они все как серые, как сами, как каменные. Да. Какой-то культ, что ли. Какой-то культ, что ли. Мне трудно по возрасту понять. Молодой мужчина. Черты лица искажены. Ну, вот я смотрю на тебя там на скале, гримаса боли. Округлённые черты лица. Довольно грубые черты лица. Такой прямой треугольный нос. Ну, всё. Вот у нас как-то более... Да. Там... Филиндическая какая-то форма. Всё упрощённо как-то. Укрублённо. Ниже груди, слева. Больше техническим миром. Ну, это магический ритуал был сделан. Магический ритуал, да. И как выпит был полностью. Я как растекала медленно. Ну, не знаю. Вот как по нашим меркам, это или два, или три часа как-то. Они жизненно важные органы не прокалывал, я рядом. Несколько дней. По три дня. Да, да, может. Чтобы медленно угасая, жизнь выходила в кровь. Кровь по чуть-чуть капала, чтобы чуть-чуть... Вот не пять литров сразу, по капельке. Это с кровью сделали. Это уже потом остатки вылизывал этот козёл. Как её зачерпали. Ну, не что-то. Там я выпил. Нет, что-то ещё. Ритуал какой-то. Она как светилась там. Что-то купали. Как-то, знаешь, странно. Если посмотреть там, допустим, дальше по этой планете за несколько километров. Ну, не несколько, в смысле два, а несколько, в смысле там пятьдесят километров, сто километров. Абсолютно другая жизнь. Техническая, развитая? Обычная. Я не могу сказать, что очень сильно развитая, но не отсталая. Какие-то вычислительные машины, подобие нашего компьютера, что-то по-другому. На клавишах. Нажми на камеру. На клавишах, но это как вычислительные машины. Какие-то технические средства передвижения, эскалаторы какие-то. Движения по воздуху вижу. Два или три яруса вижу. Ну, развитая цивилизация довольно. И тут вдруг вот такое жертвоприношение там за сто километров, условно говоря, от этого центра. Тебя не видно. Еще раз, пожалуйста. Угу. Есть. Странно. Да, вот нестыковка какая-то. Пустыня, условно Израиль. Условно Израиль. Условно какая-то пустыня, да. Потому что там рядом тоже жарко, я вижу одежда легкая какая-то, такая совершенно легкая. Ну, как-то не так одеваются, как брюки и рубашки. У нас совершенно другая форма одежды. Как какие-то, как пончо, только длинное какое-то. Легкая. И на чай, это, защелка сбоку, да. Вот накинули и защелкнули на бедра, условно, или на плечи иногда. Да. Другой одежды нет. Жарко, жарко, наверное. Угу. Наверное, так удобнее. Как три уровня каких-то там жизни. На земле, выше, выше. Вот, ну, всего лишь разные степени. Вот одно общество, ну, как у нас, наверное, есть деревни, есть мегаполисы. Я именно об этом говорю, что три уровня. Обычная планета. Илья, я сейчас дальше на неё смотрю. Там есть и сельскохозяйственные какие-то, как плантации, знаешь. Вот именно плантации ровные и как водичка или что-то льётся. Жаркий климат и как всё поливной какой-то. И в то же время города есть, промышленные, развитые есть. Много каких-то зданий, которые имеют прямую такую форму, как пирамиды, треугольники, конусы. Вот всё с такими острыми углами. плавные линии как-то не очень часто встречаются. По тем технологиям проще было прямое, да? конусы. Да. Опять крутит. Да, боль. Выжимали силу. Как они, зачем они выжимали силу? Что там за волки такие были? Это секта, люди. Но они как-то рулили всей планетой. Это как была традиция, Илья. То есть люди жили себе свою жизнь, они могли спокойно жить своей жизнью. Но вот это вот, как, знаешь, как бы это, как вот в Англии все живут, и вдруг есть королева. Но кто-то на ней обращает внимание. Королевство. Какое королевство? Это же обычная страна. Ну, у нас вся планета, а тут вдруг стена плача и определенные ритуалы. Чертовоприношение ягненков. И там страна, ну, планета, я на нее, я и помню ее, и смотрю на нее. Абсолютно развита и нормально. И вот вот эти вот, которые жрецы, вот там жрецы, секта, мне больше всего подходит слово жрецы. Понятно, они по-другому назывались. Они как дань традиции, ритуалы. Они не всегда были такими кровожадными. У них изначально были нормальные ритуалы. Что-то изменилось, что-то они начали призывать, ждать. Что-то произошло не так в их даже трактование их веры. Это было какая-то как пережиток веры какой-то. Не было как у нас вот религии разные, а вот эти вот язычники, которые жили в пустыне, их никто не трогал. Они не были опасными, они не были экстремистами. Общество развивалось нормальное. Это было непонятно. Они не влияли на жизнь народа. Они не влияли на жизнь всей планеты. Они просто как приложения бесплатные были и были. К ним мне когда обращались за какими-то вопросами, это были не официальные запросы, а личные. Кто хотел личного характера какие-то запросы. По типу как у нас гадалки разные. Они как направляли в духовном плане. Да, оккультное какое-то знание было, но оно не жило планета именно по этим оккультным технологиям. Но большинство нет, как у нас. у нас есть элита, скажем так, которая совершенно в другом мире живет, другие ценности и другие ориентиры. И вот эта элита и там тоже похоже к таким обращалась. Забубенная абсолютно в своем мире отшельником. Только у нас это не в пещерах. Там было в пещерах. Это похоже. Я вижу, параллелей много. Я не могу как уйти от той картинки, которую я вначале увидела. Больно, да. Я там в скале прячусь, в камнях прячусь. Я камень ищу и хочу попасть тебе в голову, чтобы убить тебя. Быстрее, да. и боюсь, что не попаду и сделаю только больнее. Скажи ножик. Красивее он нависовал. У меня тут куча колючек. Ну, вот он. Видно тебе? Да. Отлично. Это не колючек, это другое, но неважно. Не для соглашения нет. Я в том стою, я реально боюсь, что я не смогу тебя сразу убить, а сделаю только больнее тебя. Мне нужно убить сразу. 18-й проект, кажется. Экватор. Подобраться от твоей сколи, чтобы снять тебя оттуда, было невозможно. Тебя как сверху спускали на веревках по двое человек, двое за руки, тебя спускали подмышками, вот так как-то привязывали на петлю и спускали, и рядом спускались еще двое человек, спускали еще двоих человек, вот всего шесть, которые, и они тебя прибивали, скала практически вот так ответственные, снизу не подобраться и сверху спрыгнуть невозможно, чтобы тебя снять как-то, вот как камень какой-то такой, как вот часы там сверху просто торчал, для него не зацепиться. Если бы была группа людей, можно бы было попробовать, но у одного человека невозможно было, подобраться некого, там же стремянку не принесешь, к скале. Странная, чем-то похожа жизнь на нашу на земле, какие-то примерно такие же дороги наезженные, не асфальт, но направление видно, почему-то передвигались, как три какие-то колеи, не две, как у нас машина едет, две колеи, там как три какие-то остаются, одна и вторая, и третья узкие такие. Вовно впереди одно колесо. Туда кто-то, да, туда кто-то приезжал, туда, где ты, вот, это как, ну как бы сказать, как по всей стороне вот так, ну в том месте вот так все ровно, а потом как вот скалы вот так просто растут, вот такие большие. Вокруг я вижу вот и обрывки. Вот как карьер, допустим, что выбрано, выбрано, вот что-то осталось, и вот здесь вот камни остались на поверхности, я в тех камнях прячусь. может еще кто-то со мной почему-то никого не чертаю. Наверное, кто-то еще должен быть. Там несколько таких углублений для распятий, полной распятий. Как желобки идет к одной чаше, минимум три. Треть, То есть это на поток было поставлено. Но это было скрыто от глаз. В цивилизации, скажем так, об этом не знали. Это не то, что там выкрадали кого-то или жертвы приносили. Это вот секта, условно, она считалась безобидной. Да, люди оккультные какой-то наукой занимались с чем-то там своим, к ним обращались, но никто не знал, что они так людей в жертву приносят. Это было неизвестно. Ложмина какая-то, да. Они обычно взрослых не приносили в жертву, они обычно кого-то поменьше приносили в жертву. как выкрадали кого-то, что-то такое. Ты чуть ли не не то, что единственный, но самый взрослый из тех, кого они принесли. А 20 с чем-то наноши. 25. Да, где-то 25-26 вот я так вижу, что молодой мужчина, взрослый. Волосы как-то они длинные, они сверху вот так их перехватили какой-то бечевкой, но чтобы вниз не падало, потому что вот здесь тоже было пробито чем-то. Но чтобы кровь на нее, зачем кровь нужно туда направлять, а не волосы. Волосы вверх подобраны, как-то связаны были у тебя. Вот я говорю, как вот шапка большая, потом посмотрела, что это подобрано. Какая-то скала особенная. Она как выпивала силу. Да, там желобки были специально проделаны. Они уже много лет таким занимались. Технический мир, абсолютно технический. Откуда-то эти взялись, непонятно откуда. Да, магия. Это черномагический ритуал. Очень нехороший. Да. Да. Поклонение всему извращенному вот этим падальщику. Падальщик для них это был священный живот. Это собака, условно говоря, гиена, собака, шакал, непонятно что, но оно побольше. Шакалы, они же маленькие, это что-то большое такое было. Или я его вижу размером, ну, я не знаю, как наш тигр размером, большой зверь и мощный. И что интересно, они водили его на поводки, и они к себе вот так за шею привязывали кольцо, и к нему привязывали кольцо, как на равных были, они поклонялись этому зверю. Не водили отдельно, вот, что человек выше ведет его, а на обоих были такие кольца. Уравнивали путь, функцию. И в жертву этому зверю переносили людей. Ну, они тоже что-то там еще делали. Как какие-то кого-то купали, что-то купали в крови. Ну, не то, чтобы полностью, как чан такой огромный, туда как капли добавляли, не то, что именно в крови, в крови купались. Это ритуально было. Чаша такая большая, это скала, а вот она внутри, как грот огромный туда стекала, и в этом гроте, как чаша большая, такая каменная, воды туда наливали, и кровь добавляли, просто омывались, не для того, чтобы в крови там вывозиваться, а просто как статусно, ритуально. всем людям нужно было как-то вот это подсадить. изменения какие-то проводили, Илья, они человека до уровня этого зверя опускали, им нужно было на каком-то уровне сделать, как знаешь, как бы это объяснить. Да, им нужен был контроль над миром, и посредством того, что человека опустить на уровень этого зверя, они как какие-то модификации проводили с людьми. Получеловек, полузвери, это не химеры, не этот человек внешний оставался, но статус зверя всем давал. Они давали. Этого нужно было в крови. Они как расправляли в воде и поили всех этой водой с там накаплена на тон мусор. Но статус менялся. Примерно сейчас это же делается. Технологии те же напитки прикупки и переводят на статус на кадры щекарей. Добортированный в воде зверя. самая обычная какая-то профессия. Как ребенок какой-то пропал. Нет, не твой ребенок. У какой-то сестры, вот не пойму, у твоей сестры, у чьей сестры пропал ребенок. Они отшельники и кочевые были, да, у нас тоже сейчас есть 12. цитов. Две половинки знал. Да, и кроме этого, они, ну, как про них ходили какие-то страшилки, но это считалось дурным тоном верить этим страшилкам. Это смешно, как вот ва, там, знаешь, там, как они дураки в это верят, там, типа. Про них рассказывали какие-то правдивые истории, но никто не верил, потому что считали, что это все, ну, переврано очень сильно. Это считалось, как, ну, глупость. Совсем дурак в это верить, что ли, вот таким образом. Когда они жили сами и сами отдельно там чем-то занимались, это не считалось таким большим проблемами, ну, люди там чем-то занимаются и живут себе и живут. И никто не знал, откуда они. Они по их летописам каким-то было, как они говорили, что с какой-то звездой они прилетели, что они не такие люди, как все остальные люди. Но никто их не расследовал, такие они не такие, это их эпос такой ходил, что ли. Если они отличались, то каким-то минимальным такое впечатление, что они не то, что пятнистые, блин, кожа у них была, но вот чем-то внешне отличались. они были немножко другие, не такие, как все остальные, которые там жили. Они говорили, что они пришли из другого мира. Из звезды они говорили. Когда подготовят весь народ, который там жил, тогда эта звезда прилетит, и они все вместе заживут здесь. Они как те, которые первые пришли. Это по их преданиям было, они в эти предания верили. И они готовили народ, а чтобы приготовить народ, нужно было народ на уровень зверя перевести. И тогда прилетели бы их сородичи с той звездой, с которой они прилетели. И они таким образом готовили для своих планет. Ну, по им сказкам, условно говоря. Да, они умели формировать будущее. прогнозировать, формировать. Эта сила давала им полномагия. Которые шители того мира не вообще не обладали там магией, но никто не умел. не телепатии ничего не было. Все было полностью технический мир. Правители какие-то, я вижу та часть, о которой я говорю, правители какие-то были заинтересованы в тех возможностях, которые были у этих людей, потому что ни у кого больше не было. Как какой-то, знаешь, какой-то сговор вошли. что на что-то правители стали закрывать глаза ради того, чтобы поймать какую-то свою выгоду. Я пытаюсь понять, и идет просто власть. Власть, управление. Ну, управление, власть. Раз них начинали управлять, но они думали, что они сами. Там не было демократии, скажем так, выборов не было. Там другая форма правления какая-то была. И тот, кто держал власть, очень хотел ее удержать. Как можно было выдвинуть спор какой-то и забрать эту власть. По какому спору, вот не понимаю. Если выиграл, если выиграл, вызов, да. Если выиграл какой-то вызов, то можно было. Но они там не бились никаким образом. Цивилизованное общество, там драк не было. Если доказать, что этот правитель что-то не так, тогда можно было у него забрать. А пока он устраивал, значит, он устраивал. если все так делал, значит, все так было. в городах редко пропадали леса, но в этих деревнях почему-то пропадали люди, дети. Их не то, что слишком много надо было, но какое-то количество нужно было. Что интересно, абсолютно не всех приносили жертвы. Некоторых просто как выкрадали и через время возвращали, они как полуумные приходили. Выпивали душу. Они их на уровень зверя переводили на какой-то уровень животного этого, вода. И потом приходили эти дети и возвращались в семьи. Поэтому никакая власть этим не занималась, но не было же убийства, они же возвращались. А где были эти дети, они молчали. Они какие-то странные приходили. То ли не помнили, то ли почему-то не рассказывали. Можно же всегда ребенка разговаривать, а тут как знаешь, наверное не помнили. гипноза. О том, что это было какое-то религиозное действие или какое-то сектантское действие, говорило только то, что у них какой-то шрам на руке был разрезан. Но он заживал. И когда просвечивали, смотрели, никаких там не было ничего вшито сказать, что что-то внесли, что-то вшили. Такого не было. Просто как какой-то шрам был, но всех одинаковый. Вот как что-то зигзаги какие-то на руке пришел. Да, пришел вот и с этим шрамом. Ну, пришел и пришел, зажило и зажило. Никто от этого не умирал, просто след оставался. Ребенок не помнил, где он был. не помнил, не помнил. Не помнил, не помнил. где вот так светились. Я не знаю, что это за профессия была, но ты как туда какие-то вот направлял, что там светилось, тоже не знаю. Ну, текст, скажем так, изображение репортеров говорит. Не знаю. Ну, и залез в репортаж расследовать их. Меня сейчас как стягивает изнутри воронка. Да, выпила меня. тебя и в отместку, и чтобы не морочил голову никому. И заодно приспособить к делу чударом. Детей или вот здесь, или вот здесь, где-то на запястье какой-то шрам. Приходили эти дети, и со временем их кожа становилась не такой на цвет, чуть-чуть менялась. Но это было совсем не так уж много изменений. Давно в этом проекте трое собрано. там не убивали детей. Не насиловали, не убивали. Там им ничего такого не делали. Ну, убивали детей, но не всех. В основном их как души и энергетики. это и отпускали. Даже живя, вот какой-то, не знаю, это конструкция. мегрегор наш прообраз. Я вижу, это как такой большой какой-то мешок. А это дверь каким-то образом, условно говоря, он рычал на ребенка, ребенок пугался, но это очень-очень так. Он как-то менял энергетику. У нас как дельфины кушат рыбу, так вот он телепатически подавлял. Вот они подавляют. Подавляют глаза, ну, какие-то зачатки. Не было там таких животных, они там не жили. Может и были, но не знаю. кроме этого одного большого зверя не вижу больше. Не его активировали, да? Да, как селекция. Он вампирил подавлял и вампирил. И они через него работали. Впечатление, что выпивал что-то из ребенка, но при этом ребенок да. и крыша ехала. Об этом никто там не говорил, там никто не имел представления о душе. Ну, может, не, не было. Это технический мир какой-то совсем-совсем простой такой. И дальше его кормил, оставаясь даже живым. Да, да. Он как заложник душа там оставалась, а ребенок просто уходил. Да. он все видел, все знал, но в то же время его душа была там. Что, идем по чайкам? Этих, которые там при власти были, и тех всех, которые там были, эти жрецы какие-то, группировки, секты, что это было? А если это огласить информацию, факт жертвоприношений, да? Это был, ну, не единичный, а множественных, множественных случаев жертвоприношения. Там как-то же по-другому уже делили власть, уже давно там группировки, кланы какие-то, как кланы, семьи, огромная семья, но была такая возможность, как из древних времен, если кидаешь вызов, то тогда вот получаешь власть, если выиграешь дебаты, вот ты туда и пошел. Но ты собрал эти все документы, ты хотела этими всеми документами припереть, ну, документы, информация, знания, как носитель какой-то, но я вижу это как такой алюминиевый, треугольный какой-то, это не диск в нашем понимании, как сидит диск, да, и не кассета, это как вот такой треугольничек маленький, такой, на нем как бороздачки, только их, ну, они миниатюрные, как вставляется в какую-то, вот, половина мобилки, условно говоря, вот такой, туда вставляется и просто идет информация, как вот не на экране, а вот здесь вот над экраном просвечивается и видишь вот, ну, это не фотографии, голограммы, как голограммы, типа, да, и там запись вот этих всех родителей, у которых дети пропадали, а потом возвращались, и доказательства, что дети возвратились не в себе, потому что дети реально не помнили, что с ними происходило. Ты понимал, что не выиграешь, если у тебя не будет доказательной базы, поэтому ты приготовился, очень серьезно был. И поэтому сам полез в гости игру, да? Да, сам... Ну, да. Но потом война была большая. Иначе бы просто все погибли. Как выжили люди? Они бы со временем просто, ну, они бы окрепли настолько, что собрали бы свое войско из этих, которые уже были со зверем, скажем так, у которых души были у зверей, тогда бы они могли все... Это была не огромная какая-то планета. И вот 240 миллионов всего было там жителей, но не то, чтобы там были миллиарды. люди бы остались на уровне на расплод фермы. на маленькие, захудалые планетка какая-то ничем не примечательной. Как говорится, вдали от торговых путей. их. Спасибо, синих, откуда реально эти репты, что ли? Ну, не репты, нет, просто другие. Другие. Они продукт генной инженерии, говорят, синие. Они что-то нечто подобное на репту. Они выведены как из рептов и доведенные до уровня, насколько можно было соединить с теми людьми. А кто это вывел? Да. Звезда большая какая-то, не звезда, а прямоугольная. Помнишь, мы недавно рассматривали, и там треугольник такой прямой, не прямоугольник, а треугольник со скошенным низом огромный. Вот с какой-то подобной этой звезде прилетели они. Синяя просто картинка показывает. Не такая же звезда, но одна из таких же звезд. Они как... Не звезд, летающих аппаратов. А. Они как, получается, чей-то проект по захвату других планет. Да. По захвату других планет и по удержанию душ. Главное было, чтобы у тех людей, которые там жили, забрать души, подчинить себе, перевести человека на уровень. Ну, это опустить человека на уровень пониже, это, ну, в принципе, довести его не до уровня повыше, чтобы поднималась душа, да, а на уровень зверя какого-то, на уровень не то, что зверя, животного, и там удерживать. Реально, они, как проект мимикрия под своих маскированных силы взять не могут, решили взять кто-то хитростью. Кто это такой? Такие же люди либо другие? Не совсем поняла. Кто их вывел генетически так? Такие же люди, как на той планете, либо другие? Другие. Которые просто в открытой не могли захватить, да? Просто, да, просто синие говорят, другие. Хорошо. И жилища? Те люди жили. Немного помню, немного вижу. Не знаю, что больше, или рассматриваю, или вспоминаю, как это правильно сказали. Что там в белый накид бегало в белый накид. Там спальня ночью как подземляют почему-то. Конусообразное помещение или дом, скажем так, конусообразный. И по центру как лифт, шуфр, шафт, а что-то вот вниз на уровень подвала, допустим. И спальня там помещалась. Наверное, все-таки жарко, а там на уровне земли было не очень жарко. Ну, технологии были, техника развита, и как лифт, кабинка просто опускается вниз, и вот там вниз уже комната большая, как спальня. Правильно. Ну, они не мафирные, но вот как семейные какие-то кланы, правильные, там, я смотрю на устройство, скажем так, социальное устройство, что там было. как один клан, одна семья, что-то, вот много людей, как и там власть или что там было, как власть передавалась вот только по этой линии, скажем так. Всех устраивало, общество развивалось. Здесь формальный лидер какой-то как, да, представьте, главного клана условно, да. Да. Не было воин, промышленность или что там, все развивалось, в принципе, проблем не было, люди жили и жили. Ну, скажем так, более отсталые районы и более развитые, но это так, наверное, повсюду есть, где живут люди. Пока не стали вот эти вот внедряться слишком в жизнь, общество. Вот эти вот. Не знаю, как их назвать. Самые подходящие это секта или жрицы, но это всего лишь подходящие. Назовем их серые. Серые, да. У них реально кожа была серая-серая. Они солнца боялись. У них трескалась кожа на солнце как большими такими участками, покрывалась как с трупьями. Как рисунок из капилляр проявлялся на коже. Трескалась и грубила. Вот откуда про вампиров. Что они боятся. звери эти, что да, они как на планете на этой водились, но они были чуть больше кошки, условно говоря, как большая кошка. А вот этот один огромный, что я говорю, как тигр, это да, это результат какой-то селекции, они там как культивировали этого животного, этого водили. такого большого. Довольно небольшая, довольно мирная планетка. крали друг у друга, только шпионаж был, как можно это, если так сказать, технологии выкрадали, не то, чтобы что-то, поэтому были какие-то там конфликты, но это не было войной. А вот поэтому какие, как бы это сказать, самые интересные темы были, что там кто у кого, как с какими-то соседями воевали, но не настолько, чтобы в войну вступить, настолько, чтобы не скучно жить было. даже нету вспоминаний проще от энергетики, или то общее было, скажем так. Я помню, что там не было у населения какого-либо оружия, скажем так. Не было воин, не было оружия. Довольно мирная планетка, если немного жителей земли, это не стоило убивать друг друга попросту. Там, условно, если его так взять, то где-то 200-200 с чем-то миллионов не больше было на всю планету. Они недалеко от того города, где мы жили, были. Мы как работали где-то вместе, потому что ты мне рассказал, где взять эту информацию и как загрузить из тебя не будет. впечатление, вот как-то мы я имела доступ к твоей, ну, скажем так, деятельности. А, ну да. Да, да. Ну, это доступ мог иметь кто-то. Жена тоже. Наверное. я только помню, что ты сказал, что нужно будет твой ложить. Я сразу не знала, где ты делся. Ты был просто пропал. У тебя несколько дней вообще не было, как не знала, что делать и как с тобой связаться. А потом начала просматривать те документы, которые ты собрал. Это были не документы никаким образом. Вот я говорю, вот такой полтелефон, естественно, голограммка в виде картинок или изображений или текста, как это было по-разному. Я начала просматривать тот треугольник, который ты мне дал, вставила вот туда, так, сумала глубоко и начала просматривать. И я начала смотреть просто и я уже потом определила, где ты можешь быть, куда тебя могли вывести, потому что там была информация об этом месте, обо всем. это тебя уже несколько дней не было, дня два наверное не было. И когда я поехала искать, ты уже висела на этой скале. Я заметила, я не знала, что делать, я вернулась в город, сделала так, как ты сказал, как ты загрузила все эти данные, куда ты сказал загрузить. но у меня не было с собой никакого оружия, ничего у меня с собой не было. А камнем в тебя бросать, а вдруг бы не убила, а сделала только хуже, так было нельзя, а ты был еще жив. там такое впечатление, что какое-то знаешь, как время новостей какое-то было. Я не могу сказать, что это именно новости, но как что-то, что все смотрели. Я не вижу это телевизора в нашем привычном понимании телевизора. Я вижу, как какие-то огромные такие, ну может полметра или метр, примерно может метр, несколько метров высотой, вот такие как кольта огромные вверху висели и так прокручивалось вот, и так смотрели туда все люди. Оно вверху где-то было. Или на это подавалась информация, я не помню, как ты именно работала. Но я помню, что я загрузила и взяла какие-то как веревки что ли и поехала туда к тебе. Там сверху это висела стрелка, что я говорю, часы, если бы это в нашем мире было, я бы сказала, что это солнечные часы, там как циферблат сверху такая была. Я за нее зацепилась и хотела сползти вниз. Дальше не помню. по-моему, у меня не получилось. Упал и фон. Короче, сделала тебе легче. Мало того, что ты там умирал, еще увидел, как я полетела, каркнула. это как обычная. Нормально. Я только знаю, что потом на той планете война была. Их всех там перебили. Водитель. Некого было. Как большой-большой велосипед, только без педалей. Трехколесные детские велосипеды, знаешь, такие. А это как большой, и вот в нем только сверху капля какая-то там деседушка. И в нем ездили как-то. Как транспорт личный, непонятно. Личный автомобиль. Да. Да. Только лягкий совсем был. Там рама, колеса, и сверху одно соединился. Ну, во всяком случае, я на таком ехал. Может, меня на нормальные ума не хватило, я на лесопеде трехколесном, как ребенок, каталась. не знаю. Это как я вижу. Да. Им надо было потом сделать флот, полететь туда, куда тех прислали, и перебить там всех тварей таких. Наверное, этим никто вообще не озаботился. Да. Я бы озаботился. Будь жив. Но ты уже был мьерд. жив, но уже мы на другой проект летели. Лексики. Там ломали людей, ломали закон икона. Смотри, переводили на зверя. Там человека переводили на статус животного. Этим ломался закон абсолютно, потому что это было неправильно. Во-первых, вселенная была предназначена для жизни людей. А если делать главенствующим видом зверя, то тогда всей вселенной нужно было как ломаться идти намного ниже. Поэтому икон там ломался автоматически, потому что это тот, кто скажем так основной вид, разумный вид, или как это сказать. Это уже была вселенная людей, а не вселенная зверей. А там люди переводились на уровень зверя. И при том трупоеда и хищника, не хищника, а какого-то падальщика. Поэтому мы туда и ломанули остановить это. Обычные войнушки нас не интересуют. которым пробили камень, металл. Он как-то специально воздействовал. Он с организмом так взаимодействовал, что кровь не капсулировалась, не сворачивалась. Кровь по чуть-чуть вытекала, вытекала. Это металл странный. Да. Специально для этого был предназначен, чтобы при взаимодействии человеческим телом на тело как стуклео. И он выпивал энергии. Впитывал с пластра. А там люди абсолютно не знали о магии нифига. Они считали это, ну как у нас говорят, да, о бабушкиной сказках. Там как-то так. У нас знают о бабушкиной сказках, там не знали вообще. Сила, поля ей хватит учить. А закрытая информация была обо всем почему-то. Именно этими и закрыты, перенаправлены абсолютно. Сделали то, что делается сейчас. Оболванивали людей, отсекали то, что сейчас. И изменения в фармакологии, медицины, науки. в сторону техники. Это знаешь, мне так, знаешь, вот такое сытое, довольное общество, абсолютно без каких-либо, скажем так, ну, не было там каких-то острых социальных потрясений. Сытые, довольные, обыватели, все хорошо, войны нету, развиваются как-то и все нормально. Оно все было пресно, приземленно, пресно. Как сейчас хотят, только сейчас прессуют, сломают обычный. В общем-то и не ломали, там ни семей не ломали, как здесь. Не геноцида не было, экономика была другая. Это все было бы впереди, если бы захватили окончательную власть. эти серые. Они только начали были, к этому только-только двигались. Реальные хозяева прилетели, те, кто их вывел. Они как ждали этого, да. И захватили бы планету без боя. Чтобы им уж было. Ну больно. Знаете, тут какая-то херь. Горло, грудь. Чакры и руки, да. Как обычно, ничего нового. одна веселая смерть. Нет, я вспоминаю. ну не так много одежды, не прям там намотан вот что-то. Индийской сарь, да. И мужиков тоже немного. И все. Одна повязка. Какие-то ремнями привязаны какие-то. На руку что-то там сбоку и все. Тонкие технические устройства, да, они так привязывались. Да. Чтобы не это, не болтались. И все. Простой какой-то, слишком, не слишком, скажем так, много вещей, как у нас тут. Не слишком потребительский мир. Ну, по технической части, может, и был потребитель, домом, а вот в одежде нет. Да. Города по-многому в землю, да. Минимизировать солнечные лучи. За коленка кусается толта. Давай посмотрим, кто. Как там дом был устроен, но внизу спальня была. Дальше рассмотрим, что там было. Да. Упол сверху только не такой вот, устроугольный. Он как-то температуру делил. Там как-то не у нас как кондиционеры, само. Холодный вниз, горячий вверх. И это теплоотвод. Дырка какая-то. вверху потом был такой шпиль, он все тепло на себя. Если вот так, он бы как-то копил. Я вот сейчас вспоминаю. Если вот так, то острый вверх. тепло самое наверху самое жаркое. И оно испарялось. Вверху это холодный воздух. Небольшой шпиль. Это же на три вверх. Да, что-то такое. А, и подземля. То есть многоуровневый какой-то. Да, и подземля. Основное подземля, да. Какой-то въезд, вход на уровень земли, гараж. Все укрывать отсюда. А на все в этом было. Наверху как хранилище просто. И, значит, какие-то кладовки такое, что температура высокой не боится. Да, что не очень нужно, да. Самое такое внизу. В шкаф залезло, посмотрела, там как шкаф какой-то узкий такой был. Но там несколько вот этих только вот такое. Не было там зимней одежды никакой, я в том плане. Зимы там не было. Да. Но как еще проверить, была ли зима или нет? Посмотреть, в шкафу была теплая одежда? 50 видов накидок небольших. Извечная проблема. Ничего надеть и некуда. Даже накид. Ну, не извечная, не во всех планетах такое. Понимаю. Такая грубая простая еда и много-много каких-то фруктов зелени вот такого легкая, потому что там, по-моему, постоянно была жарка. Тоже вот финики у нас там в земле все росло тоже. Прям все боялось жары. Все как поливалось. Я смотрю, там, где сельское хозяйство, там все поливалось. Спеклышки наши тут красные. Да, 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 все, все, и я так вижу, как вот такие, да. Слышка носообразная. песка не было. Песок искусственной хрени у нас пыль была. Пыль была. Хротных не помню. И это ободки технические на голову для чего-то, для передачи информации были. Как связь. Про образ считывания мыслей, ну, как того. Там же шпионаж постоянно, вот я же говорю, что за шпионаж, там главная была новость, вот шпионаж, кто у кого что украл, какую идею там. Не то, что вещи крали, а вот именно как идеи. за технический, как вот Советский Союз и Америка, кто первой на Луну полетит, условно говоря. Уже Америка и Китай. Ну да. Ты вид. Почему я одна к тебе ломанулась? Почему я не взяла никого с собой? Не было там такого понятия, видимо. Как опасность от своих. Не знаю. которые были вне закона, условно говоря. То есть это не прямая, а вот общественное порицание, да, статус лишали общения. И меня как изгоя сделали, получается. Да, да. Как из коммунитада не общаться. Да, лишили общения. Поэтому некого было позвать на помощь. Интересно. Способ наказания. Не тюрьма. Как общественный бойкот, блин. Тоже способ. влияние. Ну да. То есть уже просто не поверили. Не то, что не поверили, а сделали так, чтобы выставить. Ну как сейчас. Да, там никто поначалу не верил. Пока ты вот все документы собирал, ты же о чем-то рассказывал. какие-то порыцания. Показать своим примером. Иди, да. Ну как всегда все через себя. Единственный способ победить, проиграть. еще нового. Ты ночью ушел куда-то и должен был вернуться. Ты чего-то не вернулся. тебя обманули, что ли? Заманили. Да, заманили, обманули. Ты должен был вернуться через несколько часов. На голове то, что ты говоришь оба, это аналог нашего телефона был какой-то. Кроме того, что полностью боялись шпионажа, чтобы мысли не красть друг друга. Там это было введено, как вапогей. Шифровки. Да, шифровки. Вот как телефон, типа вот эти ободки на голове были, просто одевались сверху такие тонкие. И все боялись, никто ничего никому не говорил, поэтому и поиск похватился. Да. всюду искали враждебных агентов, тех, которые воруют технологии какие-то. И этим управляли людьми? Да. 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 Верность. Да, нельзя разговаривать, нельзя делиться, потому что могут воровать технологии. На самом деле это было сделано как пустын. Да, конечно. ничего. Там же спокойно жить можно было без особых проблем. Ни войн, ни проблем, тепло. Как-то нужно обществу. Да, вот и придумали страшилку, чтобы отвлечь от реальной проблемы. разделить общество и управлять. А сейчас социальная дистанция теперь уже передаст. Никакого общения. Убить социум. Не думать и скрывать мысли. Минимальное общение. оценируйся. оценируйся. Не думать оценируйся. Продолжение следует...